Коптильный металлургический 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 завод Коптильный металлургический 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 метал на природу и в принципе для дома тоже потому что я раньше у себя коптил на обычном боке чугунном но там пространство тоже немного и в общем-то все равно это сковородка а это настоящая коптильня небольшой размер поместится в любом багажнике и даже можно просто с собой в рюкзак положить качество на первый взгляд мне нравится толщина металла 0,7 миллиметра это очень хорошо потому что сейчас большинство посуды производится в китае из очень тонкого металла сейчас я покажу как что здесь выглядит сравню с другой посудой и после сразу же проведу испытания закопчу вот эту маленькую удочку сейчас я попытаюсь показать разницу продукции сделанной по гостам и продукции сделанной без гостов ну начнем опять же с диновника сегодняшнего обзора это коптильня открываем крышку очень толстый металл здесь такие выдавлены как бы ребрышки жесткости чтобы хорошо держалась но даже по ней видно сам металл толстый все-таки 0,7 миллиметра для нержавейки это много это хорошо ручка здесь точечная сварка по две точки в общем на вид крепко также ножки ножки сделаны из более тонкого металла ну в принципе для них толстые не нужны эта часть она тоже снимается и очень плотно тоже держится открываем это инструкция вырубка для ложек вы сами прекрасно знаете что ложки не делают из фольги хороший толстый металл все пошло в дело тем самым еще и снизив стоимость самой коптильни вот такой здесь поддончик сваренные уголочки чтобы ничего не текло поддон для жира для жидкости хороший удобный и здесь внутри еще варен уголочек тоже точечной сваркой для того чтобы это все держалось и теперь я покажу разницу опять же продукции которая делается по гостам вот сковородочки эта сковородка стоит рубль эта сковородка рубль 30 им лет по 40 три точки сварки все держится они как новые вот тоже самое металл толстый у нас в общем то никогда не экономят металл это хорошо потому что все китайское или какое-то другое оно очень тонкое вот у меня еще есть две легкие кастрюльки даже не знаю кто это производит но это точно россия это где-то начало 90-х годов толстый металл толстые ручки хорошая пайка вот они у меня используются постоянно постоянно по ним тоже видно прогнуть это все нереально потому что хороший толстый металл нержавейка пайка прекрасно здесь хоть и одна точка но точка широкая большая обращайте на это внимание когда будете какую-то посуду покупать чем взять какой-то красивый блестящий китай то лучше взять что-то наше вот такое вот это будет служить очень долго и вот теперь показываю разницу это китай многие это знают фирма богман даже не буду скрывать у меня таких кастрюли две вот три точки пайки металл тонкий вот я прям пальцем я его продавливаю жесткость вполне возможно держит только вот это вот многослойное дно хотя позиционировалась прям как премиум класс вот он премиум класс у меня их две сейчас покажу другую вот вторая вот он премиум класс вот раз отпала вот второй раз отпала и теперь представьте такую ситуацию наварили вы целую кастрюлю борща как обычно у хозяек там дети маленькие ползают под ногами вы это хотите переставить плиты на стол и у вас отрываются вот так ручки вы понимаете что это трагедия поэтому всегда проверяйте всегда проверяйте как что сделано и все-таки я советую китайскую посуду не брать бюджетные кастрюли набор стоил он копейки это индия тут ну в общем то придраться не к чему потому что он сделан из плохого металла он такой полуржавеет непонятно с чего естественно он тонкий вот пальцем продавливается но здесь они не стали мудрить потому что металл тонкий они просто взяли заклепать на ручки и все алюминиевыми клепками вот и все ну тут и прицепиться не к чему потому что она стоит копейки у меня этот набор посуды просто такой вспомогательный выручает потому что ну иногда бывает что-то нужно и вот посуда высшего класса это франция де байер стоит очень дорого здесь придраться вообще не к чему поэтому ищите посуду чтобы ручки были приделаны вот таким способом вот специальная накладка здесь по несколько точек сварки и это будет держаться очень долго это в принципе будет держаться вечно но по сравнению с нашей посудой вот это стоит очень дорого в несколько раз дороже ну поэтому я даже не предлагаю покупать потому что лучше купить наши с таким же качеством а такое можно найти поэтому выбирая посуду лучше хорошо все обдумайте посмотрите на клепки посмотрите на производителя кто делает компания мед выпускает очень много посуды и кастрюли термосы вилки ложки мангалы много чего сайт будет в описании ролика вы там можете себе все найти по промокоду андрей ростовский в интернет магазине амет вы получите скидку пять процентов для копчения нам понадобится щипа любая для копчения это буковая соль лавровый лист вот я уточку уже положил все сюда бросаем душистый перец черный перец ягоды можжевельника несколько штучек и звездочка бадьяна соли для копчения обычно нужно больше чем вы кладете просто для еды чтобы мясо хорошо пропиталась солью накрываю крышкой и на огонь довожу до кипения щипу заранее можно немного замочить водой если она совсем сухая если долго лежит что это у меня очень долго лежала в банке чтобы она прям сильно не стала гореть утка закипела делаем огонь тише и засекаем минут 20 запах от специй очень хороший уточка варилась минут 20-30 я ее сейчас вынуть на поддончик и ее нужно остудить полностью остудить чтобы даже сверху немного подсохла уточка проветрилась я ее на всякий случай связал чтобы во время копчения не топорщились какие-то части теперь загружаем щипу вставляем подгон и аккуратненько загружаем утку ну и все закрываем и ставим на огонь зажигаем огонь и ждем пока не пойдет первый запах дыма не забываем открыть окна или форточки или включить вытяжку первый запах дыма пошел уже видно что вот пошел дымок из-под краев делаем самый маленький огонь и коптим так минут 30-40 утка коптилась минут 30-35 я думаю она готова выключаем теперь даем немного постоять чтобы немного остыла минут 15 и будем открывать утка остывала минут 20 открываем посмотрим что получилось вот такая вот полностью копченая запах ярко выраженный в принципе можно было бы положить и меньше опилок но тут я просто первый раз перестраховался сейчас она немного подсохнет я ее сейчас поставлю на подоконник при открытом окне чтобы она подсохла уже в таком виде на дне в районе горелки металл немного посинел но ничего не повело все прочное и нормально я думаю на природе запросто все это можно ставить прям в угли и будет хорошо все коптится мыть ее удобно потому что обе части снимаются эта чаша тоже снимается ее кстати можно использовать и как тарелку вот такая получилась уточка симпатичная вот на этой коптилке ну что друзья пробуем что получилось уточка маленькая но посмотрим что с нее вышло режется хорошо мяско отделяется вот такая она внутри ох запах очень хороший кости отделяются сейчас попробуем очень вкусно очень вкусно как как Продолжение следует...